Привет, с вами снова Морсов, сегодня речь пойдёт об анимации камеры. Вообще, я не очень хотел делать урок на эту тему, потому что тут нельзя не сказать пару слов о композиции, в которой я не так чтобы хорошо разбираюсь. Часто я ставлю камеру интуитивно, то есть настраиваю её до тех пор, пока мне не покажется, что всё хорошо. Так что скажу лишь о том, что знаю. В общем, давайте начинать. Для начала поговорим о ползунках. Возможно, о них уже говорилось в официальных уроках от Valve, которые я по традиции настойчиво рекомендую посмотреть, но всё же быстренько пройдёмся по каждому из них. Кстати, не забудьте создать анимейшн-сет для камеры, он вам понадобится. Так вот, ползунки. Первый ползунок, Field of View, отвечает за угол обзора камеры, его ещё часто называют FOV. Тут всё просто, чем выше значение, тем больше этот самый угол, его можно настраивать колюсиком мыши. Ползунок Focal Distance регулирует дальность фокуса, настраивает его и так, чтобы вот эта фиолетовая хрень касалась нужного объекта. Если максимального значения не хватает, его можно увеличить, тыкнув правой кнопкой по ползунку и выбрав Remap Slider Range. Параметр Aperture служит для размытия всего, что, собственно, не в фокусе. Чем выше значение, тем, соответственно, выше уровень размытия. Тут, кстати, тоже можно увеличить максимальное значение, но это уж совсем для отбитых извращенцев. Tone Map Scale позволяет изменять яркость всей карты. Это может пригодиться, например, когда из дневной карты надо сделать ночную, или приглушить слишком яркий свет. Правда, этот параметр влияет также на небо, что не очень-то удобно. Bloom Scale регулирует степень блума, разница более заметна при ярком свете. Этот эффект используют для придания кинематографичности, да и просто красиво выглядит. Но, к сожалению, при экспорте постера блум пропадает, так что, если хотите его сохранить, экспортируйте как в видео через Image Sequence. Так, это слишком сложно читается, поэтому вот эти параметры отвечают за интенсивность амбиентного затенения. Разница заметна только при включенном Ambient Occlusion. Эти ползунки лучше вообще не трогать, или самую малость увеличить значение на каждом из них. Самую малость. Теперь давайте взглянем на типичные ошибки новичков в работе с камерой. Наиболее частая ошибка – слишком широкий VOW. Многие начинающие с FM-меры ставят камеру близко к объекту и растягивают угол обзора. Не знаю, зачем они это делают, может им кажется, что так круче, или просто хотят охватить как можно больше пространства, в любом случае так делать не стоит. Лучше поставить камеру подальше и немного зазумить. Кстати, для поля зрения камеры есть несколько пресетов во вкладке Lensos, которые появляются, когда создается анимейшн-сет для камеры. Я обычно ставлю от 17 до 50. Камера стоит хрен пойми куда. Пожалуй, эта ошибка встречается не реже, чем широченный FOV. Иногда новички ставят камеру так, что непонятно, какой объект является основным, что они хотели подчеркнуть и кого они хотели показать. Откровенно говоря, это самая мерзкая ошибка, я понимаю, что можно не знать правила композиции, но неужели ты не видишь, что здесь что-то не так? К примеру, в этой работе взгляд первым делом падает на самолет. Почему? Самолет тут явно не главный герой. Им, очевидно, является солдат, который по какой-то причине оказался смещен вправо. Зачем? Во имя чего? К тому же большую часть пространства закрывают эти двое по бокам. Видимо, просто, чтобы чем-то заполнить пустоту. Кстати, о пустоте. Это тоже один из популярных косяков у начинающих. Это не всегда является ошибкой именно в работе с камерой, однако то, как вы её поставите, напрямую влияет на количество объектов и деталей, которые попадут в кадр. Зачастую на постере есть лишь несколько персонажей и в лучшем случае пара объектов, и работа кажется какой-то голой. От пустоты на самом деле несложно избавиться. Достаточно просто как следует поработать со сценбилдом, но и уделить внимание каким-нибудь мелким деталям. На ходу конец можно просто найти удачный кусок карты для заднего плана. Например, в этой работе всё, что по сути сделал автор, это заспаунил скаута и поставил камеру. Однако при этом он грамотно использовал те объекты, которые по умолчанию находятся на этой карте, от чего пустота в принципе не ощущается. Ну и плюс ко всему, здесь очень хорошая работа с освещением и приятная постобработка, что иногда может в некоторой степени компенсировать отсутствие сценбилда. И буквально пару слов о композиции. Если хотите почитать об этом более подробно, загляните по ссылке в описании на так называемый курс молодого режиссёра. Там рассказывается о некоторых простых приёмах композиции, которые тем не менее позволят сделать по-настоящему годную картинку. Я же пользуюсь в основном только правилом третий. Его суть состоит в следующем. Изображение мысленно делится четырьмя линиями на девять равных частей, основные объекты располагаются на этих линиях или на их пересечении. Если у вас проблемы с мысленным делением, можно скачать оверлей для SFM, ссылка также будет в описании. Чтобы её включить, нужно в Clip Editor и в поле Overlay нажать правой кнопкой мыши, выбрать Add Clip to Track, Material Overlay Effect. Появится полоска, которую, если хотите, можете растянуть. Затем щёлкаем по ней правой кнопкой и выбираем Show in Element Viewer. Далее в строке Material нажимаем на точки. Появится окно, в котором нужно ввести слово Grid. И нажимаем Open. Ну и напоследок расскажу о простеньком способе создания тряски камеры. Она позволяет придать кадру больше динамики, поэтому сильную тряску стоит использовать, когда что-то быстро движется. Слабую тряску можно использовать почти всегда. Она также добавляет кинематографичности. Ярким примером являются катсцены из последнего Metal Gear Solid. Возникает ощущение, что Snake таскает за собой на все задания личного оператора. В общем, для начала анимируем камеру в граф-эдиторе. Можно просто создать несколько ключей, но тут важно, чтобы они отличались друг от друга. Затем переходим в Motion Editor и слегка тянем ползунок Jitter. Тряска получится слишком резкой, поэтому несколько раз сглаживаем её ползунком Smooth. На этом у меня всё. Как всегда, надеюсь, что этот урок был полезен. Пишите в комментариях идеи для следующего тутора, потому что у меня уже идеи на исходе. Также не забывайте подписываться на канал и вступать в мою группу в ВК. И наберитесь терпения. Большой с вами видос в процессе создания, но из-за диплома у меня не так много времени, чтобы им заниматься. Всем пока!